Привет, друзья! Привет, ребята! Наконец-то у нас сегодня на обзоре новый трамвай КТМ-1М6. Это трамвай компании Днепро-Юг, Днепропетровского производства. Он на данный момент существует в одном экземпляре и работает на 28 маршруте в городе Киеве. Планировалось, что их закупят около 30 штук, но, к сожалению, контракт так и не был. И так вот этот трамвай, проходя многие испытания в некоторых городах, потом в Киеве, так он остался на Дарнинском трамвайном депо. И сегодня мы проведем его обзор, тест-драйв и посмотрим, что же это за такая вот интересная техника. Так что пойдемте посмотрим. Я тут уже леду без провожу. Добрый день. Так, ребята, как всегда мы оплачиваем проезд электронной карточкой. Тут есть такие вот валидаторы. Значит, смотрите, ребята, трамвай КТМ-1М6, он не полностью низкопольный, он полу-низкопольный. То есть низкий пол у него находится, то есть в средней части. Потом там, где тележка идет такое извышение, и потом тоже идет низкая часть салона. В средней части мы видим сиденья, располагаются как у метро, да, то есть по бокам. Вот, идем дальше, смотрим. Тут низкий пол. Есть место для людей с ограниченными возможностями, с колясками. Доволее большая площадка обширная. Ну, идем дальше в заднюю часть салона. Тоже трамвай оснащен кондиционером. Как мы видим, полностью работает кондиционер. То есть температура тут сейчас где-то 25 градусов. Вот, очень комфортные, мягкие на ощупь кресла. Мы видим, да, то есть пластиковые, хорошие кресла. Вот такая вот задняя площадка. Кроме кондиционера, у трамвая оснащен корточками, которые находятся буквально на каждом окне. Мы видим, так? Вот. Вот такие вот снежавейки идут, поручни удобные очень, которые, ну, не стираются. Вот. Таким вот образом двери вот открываются. В принципе, как у электронов, у Татар. Видите, да? Кроме того, мы видим, есть печки по салону. То есть сейчас вентилятор просто работает. Погнетушитель. Вот еще печка. То есть зимой тут тоже довольно тепло в канвайе. Вот эти места. Вот здесь такие вот ручки, чтобы можно было взяться. Тут, где низкая площадка, идут такие большие панорамные окна. Тоже очень удобно, так как мы видим, тут идет извышение. Тут очень хорошо стоять и тоже наблюдать, что вас за дном. Траваи оснащен камерами видеонаблюдением, да? То есть водитель может смотреть, что происходит в салоне, все или вышли, или нет. Тоже есть табло, где показывается, на какой улице мы едем, какой маршрут. Вот еще вот уже одна камера, как мы видим. Вот эта часть, передняя часть ливагона оснащена пандусом. То есть можно откинуть пандус, и сюда можно заехать в коляске. На коляске вот есть место, где человек с ограниченными возможностями, можно его припарковать. Кроме того, оснащено дополнительной кнопкой вызова водителя. В общем, вот как-то так. А с нами, кроме того, испытываем этот трамвай Екатерина Савьева. Администратор группы электротранспорт мира. Вот поэтому это для нее... И по совместительству. По совместительству, да. Потому что это для нее вообще первый раз у трамвай. Вот ты уже проехала, и какие у тебя впечатления? Кондиционер мало работает, я бы побольше добавила. Нет, ну он сейчас испытывается. Да, вот видите, нам рассказал. Нам вообще повезло, что выходной день выехала 511-я, потому что я уже два месяца в Киеве, и мечтал на нем проехаться. И нам сегодня реально повезло. Мы вообще-то вышли на ПЭСу, чтобы покатать Катю на ПЭСе. Между прочим, кому интересно, обзор у меня вот тут, подсказочка будет, где я проводил обзор. Так что мы сегодня даже сравним два трамвая. Один украинского производства, а второй польского. И как бы проведем какую-то паралют. Да, да, Татра-Юг. Какие у тебя впечатления? Нет, ну пока очень хорошо, комфортно, по сравнению с нашими старыми Татрами, которые вы могли смотреть у Валеры по обзору Фарькова. Это, конечно, небо и земля. Ну как бы украинское производство, ну, бляс. Ну это классно. Ну что мне еще сказать? Я пока под впечатлением, под хорошее впечатление. Потому что сейчас уже в приоритике идут, чтобы полностью был низкий пол. А так как он, как бы, еще, получается, старого образца, то есть он не полностью низко... То есть уже как в метро смотрит. Да, да, да. Поэтому уже, как бы, преимущество отдали PS, электронам. И этим же, там, у них новая модель, там, вышла, не по-петровски, которая может до конца года придет. Где уже полностью низкий пол. Поэтому, я так понимаю, продолжение этой модели уже, как бы, не будет. То есть это, наверное, у нас станет единственной. Так же, как и БХМ, вот, в Киеве. Ну, в принципе, что мне нравится тоже... Я вот сказал, что поручни идут из нержавейки. Потому что в троллейбусах здесь страшнее. Да, особенно у нас в Лазах она уже все пооблазит. Да. Ну, я слушаю по-своему, как бы, городу, когда у нас... Сколько, получается, почти 10 лет у нас Лазы ездят, уже все упокоятся на нас, скажем так. Здесь, как бы, ну, неубиваемая. Будет на веках, как говорится, делаются. По подвеске, в принципе... Нет, ну, наши могут делать, понимаешь, когда захотят. По подвеске, в принципе, тихо идет. Я скажу, наверное, тише, чем БКМ. Ну, конечно, громче, чем Песа. Песа все-таки будет, наверное, потише. Ну, тут интересно, как у метро расположены эти... Да, да, да. Единственный момент, вот тут, когда сидишь в верхнем ярусе, то открывается такой вид прикольный получается, как будто вы выше. И обзор туда идет, выше получается, да? Так вот, в автобусе... В общем, вот так, позитивные эмоции, хорошая машина. Блин, побольше... Да, да. Между прочим, кто не знает, ну, правда, не эта модель, или, по-моему, эта, или, похоже, отправились в Египет, в какой-то город, Египет закупил украинский трамвай от этого производителя. Поэтому не только в Украине ездят такие трамваи, а даже за рубежом. Поэтому это приятно, что нашу технику и наше качество оценивают во всем мире. Поэтому хотелось бы, чтобы поддерживали нашего производителя и покупали нашу, конечно, технику. А производители, конечно, стремились делать ее лучше и конкурента способной, да, и с иностранными производителями. Скажи, а ты на похожем типе техники трамваев уже ездила на каких-то современных? Нет, конечно. А на каких ты вообще ездила? На Татрах и КТМах и больше вообще ни на каких денег ездила. Да? Да, не улыбайся, не смотри на меня так удивлено. Не, я понял. То есть для тебя, значит, это вообще как бы, ну... Эйфория, непередаваемая. То есть очень хорошее сравнение между старым и новым, прошлым и современным. Да. Понятно. Ну ничего, мы еще испытаем Песу, Электрон, БК. Вот, так что нам будет что сравнить. И как бы... Это очень хороший опыт. А, еще новый трамвай придет в Киев, мы его дождемся. И тоже испытаем. Так что тут даже люди вот специально садились, чтобы покататься. Не хотели на камеру разговаривать, испугались. Но даже специально садятся, чтобы покататься. Вот, так что мы не одни такие. Мы нормальные. Да. Продолжение следует... вот и подходит к концу наш обзор этого замечательного трамвая к 1 м6 легендарный трамвай нашего производства единственный в своем роде наверно такое останется очень понравился наконец-то выключили обдул а это мы проходили секцион наверное вот так что ребята подписывайтесь на канал ставьте лайки у нас очень будет много интересных обзоров еще конечно приходите катайтесь на трамвая знакомьтесь и вообще пользуйтесь общественным электротранспортом потому что это экологично чисто и как бы это наш кому надо будущее это будущее так что за электротранспортом будущее чего мы этим всем занимаемся не просто что да так что мы искать и вам говорим до свидания до скорой встречи ну и конечно я подскаживаю упасть в этом трамвае дам вам пара к счастью чтобы да 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 так что говорим этому трамваю до свидания и вам ребята всего самого хорошего ну и до скорой встречи что а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Действительно, думают очень хорошо Да, так что в общем мы едем, оцениваем качество и в конце с вами поделимся, так что поехали с нами! Ну что, ребята, подходит к концу наша поездка, вот мы, если честно, я ничего не снимал, мы тупо ехали, тупо наслаждались вот этой прокладой в жаркий летний день и вообще качеством этого трамвая. Вот... Действительно, конечно, мы заметили, что начала телепатия очень сильно, мы сидим в хвосте, по сравнению, например, с той же Татарью, в которой мы ехали, ну, перед этим, как бы, так не трясло, вот сзади, вот мы ехали там в хвосте и здесь в хвосте. Тут, как бы, либо качество полотна с этой стороны не такое, вот хочется, конечно, проехаться еще раз, но сегодня у нас сил нет, но телепат, конечно, конкретно. Чувствуется, что ты именно едешь в хвосте, как в старых Татрах, когда садишься на самую последнюю площадку, например, в системе, ощущается вот это вот телепание. Здесь, как бы, тоже очень конкретно чувствуется телепание, звучание тоже чувствуется, хотя гораздо тише, тише летат Роюз, в который мы ехали. Ну, это, как бы, впечатление от поездки в данном трамвае. Ну, продолжаем. Да, ну, а вообще, ребята, вот кто не знает, этих трамвай произведено очень много, и они, вот, в пяти или семи городах в Польше эксплуатируются. И очень интересный факт есть, данные трамваи более 120 штук заказала своего времени Москва. 120. Да, 120 штук, вот, и туда поступило, по-моему, 60 трамваев, но после 2014 года, к сожалению, Москва отказалась от поставок. Потому что рубль упал. Да, упал рубль, и они уже не смогли, как бы, оплатить. Они не смогли оплатить только еще 10. Только еще 10, которые поставили, и потом уже Москва начала покупать трамваи собственной разработки, «Витязи», вот. А эти машинокомплекты, которые уже были сделаны, так получилось, что их потом закупила Украина. То есть, в Киев. Так получилось, что эти московские, то есть… Медоконтракт московский, да. Медоконтракт московский, он поступил уже в Киев. И на протяжении вот четырех лет в Киев активно поступают трамваи. Сколько мы? Тридцать штук, где-то? Да, да, да. То есть, каждый год… По одному, по два, там, по пять, по десять закупают Украина. Да, в основном, большое количество этих машин эксплуатируется на скоростной линии Большогосской. Вот. И четыре таких машины сейчас в Дарницком трамвайном депо, которые тоже эксплуатируются на двадцать восьмом и восьмом маршруте. Вот. Поэтому, кому интересно, приезжайте в Киев, катайтесь на таком ужасовом, замечательном трамвае. Кондиционер здесь, кстати, работает хорошо. Вот так вот заканчивается наша поездка. На Бессе. На Бессе. Так что… А тут жарко. А тут жарко, и выходить не хочется. Да, да. В общем, спасибо, что были с нами, что посмотрели. Обязательно приходите. И катайтесь. Катайтесь на таких трамваях, пользуйтесь. И вообще, приходите. И вообще, поддерживать электротранспорт в этой жизни. Да. Потому что это будущее, и как бы это современный транспорт коммунальный, который нужно развивать, поддерживать и делать его лучше. Для нас. Мы, конечно, держимся на голом энтузиазме, как говорится, но тем не менее. Да. Так что, какие твои впечатления вообще от поездок, от сегодняшней такой нашей прогулки? Не, ну только положительные. Конечно, такого столпотворения, как у меня в городе, например, нет уже хорошо. Кондиционеры, как-никак. У нас просто ж вообще практически нигде не включают кондиционеры. Ну и как бы качество, вид трамваев, по сравнению с нашими, ну это небо и земля. Даже, так скажем, подвал, как бы, и высота. Понятно. Понятно. Ну что, ребята, вам хорошего настроения, тоже хорошего транспорта, хороших впечатлений, здоровья крепкого и хорошей погоды. Будьте здоровы, всего вам самого хорошего. С вами был Валерий Мироненко. И Катя. И Катя. Все. Подписывайтесь на канал. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok